Производством конфет сегодня никого не удивишь. Или удивишь, если речь идет не об обычной карамели, а о драже Accumulate SA компании APL. Для того, чтобы обычная карамель превратилась в особую, над ее производством трудились многие люди, в том числе и ученые. Давайте разберемся по порядку. Давайте действительно разберемся во всем по порядку. Спикеры в этом видео ответят на самые популярные ваши вопросы. В чем секрет карамели, которая покорила мир? Где и как производится драже? Принципы технологии Accumulate SA и главное – почему технология работает? Заботится ли компания-производитель об окружающей среде? Почему драже эффективнее всего класть под язык? Почему состав продуктов подобран именно так, а не иначе? Как заработать на уникальной продукции? Прямо сейчас вы получите исчерпывающие ответы экспертов на эти и другие вопросы о продукте APL. Accumulate SA – это инновационная технология, по которой создаются аккумулированные драже APL. Эти продукты помогают справиться с аллергией и повышенной утомляемостью, оказывают благотворное влияние на работу головного мозга, способствуют восстановлению и очищению всех систем органов человека. Каждый продукт серии имеет свой набор уникальных внушительных свойств. Так каким же образом компании APL удалось наделить такой мощной силой одно маленькое драже? Для того, чтобы это выяснить, давайте заглянем на производство APL. Главной задачей, стоящей перед нами, был выпуск карамели, отвечающей всем требованиям. А точнее, нужно было сделать так, чтобы каждая карамелька весом 1,67 грамма несла в себе заряд бодрости или спокойствия, выносливости или помогала вам справиться с проблемами здоровья. Начинается все как обычно. Патока, только самого высокого качества, специальная, карамельная, высокоочищенная. Сахар, выращенный на молдавской земле и взял всю ее силу и сладость. К этим двум продуктам добавляется вода, которая тоже проходит трехступенчатую очистку и умягчение. Главное наше условие – использование только качественных натуральных продуктов. Все эти продукты растворяются, перемешиваются и увариваются, но не просто, а по определенным технологическим схемам. Температура, время, давление – знаю, вы любите подробности. Итак, оператор отмеряет строго определенное количество отфильтрованной и специально умягченной воды, добавляет просеянный сахар. Также на сети стоят магнитные уловители, металлических примесей и подогретую до 60 градусов патоку. Вся эта композиция варится в котле с мешалкой при температуре 110 градусов. Когда сироп готов, он перекачивается в промежуточную емкость, в которой находится специальное фильтрующее устройство, которое не пропустит никакие посторонние включения. Затем мощным насосом из промежуточной емкости карамельный сироп подается в вакуум-выпорной аппарат, где происходит превращение сиропа в карамельную массу. Уваривание проходит при температуре 140 градусов по Цельсию и давлении 6 атмосфер. Параллельно в вакуум-выпорном аппарате удаляется вся влага и спустя 10 минут выходит карамельная масса влажностью 1,5-1,7%. Конечно же, оборудование, на котором производится карамель, также соответствует всем санитарным требованиям для производства пищевых продуктов. Ну а теперь немножко волшебства, который отличает нас от обычных карамелек. После того, как масса выходит из аппарата, в нее добавляется наш основной компонент – травы. Каждый вид карамели – это свой неповторимый набор трав. Травы к нам поступают как пища для космонавтов, упакованные в герметичные фольговые пакеты, да еще и в герметичных бочках, чтобы не было доступа кислорода. Дозировка трав строго рассчитана так, чтобы каждая карамелька из большой варки в 60 кг получила свою частичку трав. Поэтому травы проходят очень сильное измельчение и обязательное просеивание. В светлых образцах карамели вы видите маленькие точки – это измельченные травы. Каждый вид карамели имеет свой вкус и цвет. Это не просто добавлены ароматизаторы и красители. Когда парфюмер создает свою композицию духов, он долго-долго подбирает свои компоненты. Так происходит и с нашей карамелью. Прежде чем Alt, Grow, Mals или Slide стали такими, как вы их знаете, мы очень долго выбирали композиции ароматов. Первостепенным была их натуральность. Устойчивость температуры, так как карамель, когда мы вносим ароматы, выходит с температурой около 70 градусов. Ароматизаторы нам поставляют крупные европейские фирмы из Австрии и Испании. К примеру, в Power Limon добавляется натуральное лимонное масло, а в Ice натуральное мятное масло, а в Mals апельсиновое. Также и с красителями. Чтобы Mals стал таким солнечным, огромное количество паприки нужно было высушить и измельчить. Alt и Grow становятся такими яркими, как смородина или красный виноград, благодаря высушенными измельченным виноградным кожицам. Добавив все эти компоненты, мы охлаждаем массу на столах, где сильные мужские руки разминают и перемешивают будущую карамель, удаляя пузырьки воздуха. Этот процесс должен быть быстрым, чтобы масса не превратилась в стекло и одновременно правильным. Верхние слои идут вовнутрь, а внутренние наружу. Только так можно сделать массу однородной и выжать воздушные пузырьки. Затем массу передают на обкатку. Она приобретает форму конуса, который постепенно превращается при помощи ролика в шнур, а затем переходит к карамели штампующей машине. В этой машине рождаются маленькие-маленькие карамельки, на которых выигрывал логотип нашей компании – листочек. Карамель охлаждается, освобождается от крошек и двигается по транспортерам к стойкам с 18 листами, на которых происходит окончательное созревание карамели. Затем наши зоркие молодые работницы проверяют, сортируют и удаляют от бракованной карамельки, чтобы в листер попали только качественные дрожжи. Начальник производства завода APL Лариса Хтема поделилась этапами производства дрожжей аккумулитэсэй. Но наверняка у самых скрупулезных зрителей появилось еще больше вопросов. Прямо сейчас главный технолог компании APL Людмила Шульга расскажет о тонкостях серии. Например, почему компания выбрала формат карамели, а не порошка или каких-нибудь капсул? Сколько сахара содержится в карамели и как он влияет на организм? Карамель является самым гармоничным кондитерским изделием, так как состоит целиком практически из углеводных компонентов. И углеводные компоненты обладают такой особенностью, что они являются прекрасными носителями, переносчиками полезной информации с любого продукта, как бы считывают ее, и при этом не мешают усвоению всех полезных веществ, которые попадают в наш организм, в том числе и с растительными компонентами. Кроме того, карамель имеет достаточно длительный срок годности. Фактически он не ограничен, хотя и регламентирован 18 месяцами. Срок хранения карамели может быть очень длительным, при этом могут меняться только внешние показатели карамели, то есть может измениться ее структура, форма, даже чуть-чуть поменяться цвет, но при этом показатели безопасности, в том числе микробиологические, никогда не достигают даже среднедопустимых значений, ввиду того, что используется процесс уваривания, и карамельная масса уваривается до очень низкой влажности. То есть любой гнилостной микрофлоре просто не на чем там развиваться. Леденцы серии карамели аккумулит и сей могут оказывать благотворное влияние на наш организм, поддерживать нас в стрессовых ситуациях, снимать напряжение, придавать чувство уверенности и спокойствия. Любой продукт имеет в своем составе основные структурные компоненты, которые образуют, собственно говоря, форму продукта и придают им определенные свойства и качества. Дальше идут вкусовые и прочие ингредиенты дополнительные, и, наконец, основные функциональные ингредиенты, как в нашем случае, это растительные сборы. А из чего же состоит структурная основа нашей карамели? Это прежде всего сахар. Мы используем свекловичный сахар белый, который получается из белой сахарной свеклы свекловицы путем концентрации и выпаривания свекольного сока. В одной штучке карамельки содержится менее 1 грамма сахара, то есть даже 5 штук леденцов в день – это менее 4 грамм сахара в сутки. Всемирной организации здравоохранения установлена суточная норма потребления сахара – 50 грамм. В эту норму входит, естественно, сахар примерно половина этого количества – 25-30 грамм. Это составляют сахара, который мы получаем из других продуктов питания. Без сахара нормальная жизнедеятельность человека невозможна, ведь потребность в энергии удовлетворяется на 80% благодаря глюкозе. А глюкозу организм может получить только путем расщепления сахарозы в желудочно-кишечном тракте с помощью пищеварительных ферментов. И никакие заменители сахара не могут нас обеспечить вот этим быстрым запасом энергии, которая необходима для включения в работу всех функций организма. Всемирной организацией здравоохранения была разработана и рассчитана точно пирамида сбалансированного питания, которая принята за основу питания правильного во всех странах мира. Основу ее составляют тоже углеводы, хотя, конечно, это не сахар и не сахароза. Это медленные или длинные углеводы, которые очень долго расщепляются и снабжают нас энергией на долгое время. Это такие углеводы, как крахмалы, декстрины. Соответственно, это могут быть в питании, это, соответственно, всевозможные крупы, но желательно, конечно, хлеб, но из муки, грубого помола и цельнозерновой. А затем в пирамиде питания идут фрукты, которые, опять же, являются источниками тоже углеводов, но уже более быстрых, и плюс поставляют в организм все необходимые, незаменимые для нас вещества. Белковая группа продуктов, мясные, рыбные продукты, орехи. И на самой верхушке пирамиды находится группа продуктов сахара и жиры. Всего 5% в этой пирамиде. Но, как вы понимаете, что без вот этого маленького конуса наше питание будет неполноценным, потому что только сахар может нам дать быстрый заряд энергии. Никакие сахарозаменители не способны восполнить вот эту функцию сахара. Плюс ко всему, многие сахарозаменители запрещены в разных странах мира. Например, сахарин, аспартам. Многие сахарозаменители категорически не рекомендуются для питания детей. Сахар в данном случае является наиболее подходящим продуктом именно вот для правильного питания. Мне иногда задают вопрос, почему мы не используем для нашей карамели такие натуральные заменители, как стевия или сироп агавы. Дело все в том, что сироп агавы по своей структуре и сладости очень хорош для добавления в чай, кофе, десерты. То есть, действительно, для того, чтобы придать продукту сладкий вкус. Но при этом той энергии, которую дают сахар, мы не получим. Кроме того, сироп агавы является абсолютно непригодным для пищевых промышленных технологий, поскольку он не обладает структурными свойствами сахара. Поэтому сироп агавы находят применение в основном в малой кулинарии или в домашней кулинарии, то есть для продуктов достаточно быстрого употребления и не подлежащих какому бы то ни было хранению. Другой сладкой составляющей нашей карамели является патока, получаемая путем ферментативного гидролиза из крахмала. К сожалению, нет очень понятного всем и однозначного перевода слова патока на другие языки. То есть, как правило, это переводится как меласса и воспринимается достаточно правильно, что это действительно карамельная патока. Но в некоторых языках термин меласса относится только к черной или кормовой патоке. То есть патока, она не ядовитая, она, естественно, съедобная, но она, в принципе, не предназначена для производства продуктов питания. Ну и как вы понимаете, что из черной патоки получить прозрачную, практически бесцветную карамель физически невозможно. Патока состоит из глюкозы, фруктозы, мальтозы и мальтодекстринов. То есть, по сути, является глюкозно-фруктозным сиропом. Глюкоза и фруктоза являются носителями длинных углеводов и длинной энергии за счет своего длительного расщепления, а также являются источником гликогена, который необходим для формирования и функционирования многих процессов в организме. А декстрины выполняют функции клетчатки и, соответственно, являются таким естественным безвредным фильтром, очищающим наш организм от шлаков, радионуклидов и других вредных примесей. В наших продуктах используют исключительно натуральные вкусовые ингредиенты. Ароматизаторы, которые мы применяем, состоят из ароматических веществ, полученных из свежих фруктов и плодов, а также эфирные масла, цитрусов и мяты. Красители, которые используются в наших леденцах, также представляют из себя вытяжки и экстракты. Кожица винограда, это антоциан, экстракт сладкой паприки, краситель сладкая паприка и экстракт корня куркумы, из которой получают желтый краситель куркумин. В своих леденцах мы не используем никаких синтетических или химических добавок, и мы этим очень гордимся. И третье, собственно говоря, главная составляющая наших леденцов, что делает их такими отличительными, это функциональные растительные ингредиенты. Растения, созданные самой природой и произрастающие в ней, обладают огромным разнообразием свойств. При этом для человека они могут быть полезными и вредными ядом и лекарством. И дело не только в дозировке. На данной таблице представлены категории применения растительного сырья именно по возможности их использования в тех или иных продуктах и в тех или иных количествах. Самая большая категория – это, естественно, неограниченное использование в продуктах питания, косметики и медицине. Это всем известные растения, такие как солодка, куркума, имбирь, женьшень, то есть продукты, с которыми мы можем сталкиваться ежедневно в своей повседневной жизни. Далее идет группа растений, ограниченных для медицинских целей. К этой группе относятся растения, которые содержат в своем составе психотропные, сильнодействующие, наркотические и ядовитые вещества. То есть фактически эта группа растений запрещена для применения в любых других продуктах, кроме медицинских и по особым показаниям. Ну, это такие растения, как, например, корень аира, болиголов. Следующая группа, она очень небольшая и, в общем-то, к нам не имеет отношения, но я ее озвучу. Это растения, ограниченные для наружного применения. Безусловно, эти растения присутствуют в тех или иных формах в косметике или в каких-то дерматологических препаратах, но, соответственно, из них бывают тоже ядовитые растения, как, например, млечный сок или натуральные эфирные масла, не косметические разбавленные, а натуральные эфирные масла, которые могут вызвать на коже не только аллергические высыпания, но даже серьезные ожоги. И еще одна группа растений, это ограничено по дозировке применения. Что это означает? Что, в принципе, эти растения, в общем-то, можно применять даже в пищевых продуктах, но они могут вызвать побочные эффекты, они имеют в некоторых случаях противопоказания и они иногда несовместимы с лекарственными препаратами, то есть они ограничены именно вот по режиму применения. К таким растениям относятся валерьяна, пустырник и даже всем известный зверобой, который, как выяснилось, совершенно нельзя применять совместно с антибиотиками и с антидепрессантами, потому что они вступают друг с другом в такое противодействие, что наносят организму не пользу, а вред. Растительные сборы для нашей компании, для наших продуктов производятся одной из лучших мировых компаний в области выращивания, переработки и применения растений. Компания Barre Herbs по уникальным рецептурам и по особым технологическим параметрам и режимам. Только эта компания с особой скрупулезностью и тщательностью подходит к работе с растениями и поэтому гарантирует не только безопасность своих растений и растительных смесей, но самое главное гарантирует их эффективность. При работе с растениями учитываются все агротехнические параметры стандартизации растений, а именно не только их внешний вид, а также возраст растения. Обязательно выбирается часть растения, которая наиболее полезна для того или иного воздействия и та часть растения, которая наиболее эффективна в этом растении. Поэтому от каких-то растений мы используем корень, от каких-то растений листья, от каких-то растений там плоды или ягоды. Помимо этого очень важны, соответственно, почвы и условия произрастания, климат зоны произрастания, условия сбора. То есть это, как правило, происходит ручной сбор, чтобы растение не травмировалось и не нарушалась раньше времени его структура. Соответственно, очень ограниченно допускается использование пестицидовое удобрение, поскольку норма по этим препаратам всегда очень сильно нормируется, но в сборах представленных компанией Бары Херпс данные показатели находятся вот даже ниже самых нижних пределов. Соответственно, стандартизируются также методы сушки растений, остаточная влажность, условия помола и, наконец, условия и сроки хранения. Все рецептуры создаются индивидуально, и уникальная формула подбирается для каждого продукта именно с учетом дальнейшего эффективного воздействия на организм. Компания Бары Херпс разрабатывала эти рецептуры с использованием метода компьютерного моделирования, чтобы все растения не только были стандартизированы по каким-то определенным показателям и имели стабильное качество от одной партии к другой, но чтобы они эффективно дополняли друг друга, обладали синергетическим и пролонгированным эффектом, и чтобы оказывали именно в этом сочетании максимальное воздействие на организм. Почему состав каждого дрожжа подбирался очень тщательно? На примере ГРОУ расскажет врач-иммунолог, действительный член Российской Академии Естественных Наук Богдан Городиский. В ГРОУ входит больше трехсот компонентов. Это же не просто подбирались растениям. Они должны подбираться по своему взаимодействию между собой. И вот в результате такой длительной и серьезной работы было создано вот эти все препараты на основе программы синергизма. Что это значит? Это значит, что если мы подберем правильно один экстракт с одного растения с другим, то мы с вами получим эффект в 2-3 и больше раз сильнее. Но если мы пойдем по пути антагонизма, как многие лекарственные средства, в том числе фитопрепараты сегодня создаются, когда одно вещество подавляет другое вещество, это называется антагонизм. И вот как раз здесь компания провела очень большую работу по созданию вот таких препаратов на основе именно синергизма, то есть усиления взаимодействия между собой различных компонентов. Продукция APL содержит в основном экстракты из растений. Почему это так важно? Ну, во-первых, все продукты, которые содержат в растениях, они органического происхождения, то есть они легко усваиваются организмом. Второе. Мы с вами точно знаем, что все, что растет вертикально, это продукция, которая имеет, влияет на электрические процессы, то есть на заряд клетки. Это очень важно, потому что именно наличие свободных электронов по-другому заряда клетки, мы с вами знаем, что клетка внутри имеет плюс, на мембране имеет минус. Именно за счет это обеспечивается хорошая работа любой клетки нашего организма, а иммунную в первую очередь. Поэтому понятно, что наличие электрического заряда клетки обеспечит нормальную работу нашего организма. И поэтому все растения именно обеспечивают электрические процессы нашим организмам, которые являются преобладающими. Именно 60% всех процессов в организме это электрические, и только 40% это магнитные. Это очень важно понимать сегодня в медицине всем людям, которые занимаются вот такими вопросами. Особенностью компании является то, что она использует продукцию, которые получены основным из сырья растительного происхождения, высокого качества. Это чрезвычайно важно. Второе. Для получения биологически активных веществ, а это тоже очень важно, используются достаточно высокие технологии, которые обеспечивают высокую биологическую сохранность этого сырья. И особенностью применения вот этих экстрактов является использование подъязычного применения. То есть эти вещества используются именно под язык. Почему это так важно? Потому что они минуют агрессивную среду желудочно-кишечного тракта и без потерь сразу попадают в кровь, сразу попадают в головной мозг. Исследование, которое я лично проводил уже, можно сказать, что важнейшим механизмом действия всех этих продуктов является воздействием на все структуры головного мозга. В первую очередь это касается таких серьезнейших систем, как нейроэндокринная система. Именно она, гипоталамус, гипофиз и шишковидная железа, приводят к преждевременному старению организма, приводит к нарушению иммунитета, приводит к сбою гормональной системе. И поэтому так важно, чтобы проблемы дегенерации решались именно таким способом. Проблемы иммунной недостаточно решались таким простым и высокоэффективным способом. Поэтому применение под язык этих дрожжей приводит к тому, что биологически активные вещества с высокой активностью сразу пропадают в головной мозг, действуют на гипофиз, гипоталамус, шишковидную железу. И дальше уже по механизму действия они действуют и на другие органы. Поэтому это чрезвычайно важно. Мы выяснили, как производится дрожжей, как формировался состав и насколько это сложный процесс. Мы также узнали, почему основа дрожжей – карамель и зачем класть ее под язык. Но что же насчет технологии аккумулитэсэй? Каким образом ей удается в разы усилить состав продукта? Для достижения максимального эффекта мы применяем уникальную технологию аккумулитэсэй. Это инновационная технология, основанная на повышении эффективности всех растительных молекул, входящих в состав сборов. Технология включает в себя три основы. Прежде всего, собственно, основа всех основ – это вот эти растительные сборы, сбалансированные по составу и принципам воздействия. Затем непосредственно сам процесс этой технологии биоактивации. И далее технология закрепления вот этой целительной информации, то есть внесения наших активированных растительных сборов в карамельную массу, как бы консервация внутри продукта, всех полезных веществ и воздействий. При создании композиций для каждого продукта учитывались все принципы стандартизации, а также при разработке непосредственно формул подбирались растения по ассортименту, то есть по тому, какие они должны находиться в каждом конкретно взятом продукте, и также учитывался количественный состав. Затем обязательно подбирались режимы сушки и измельчения отдельно для каждого продукта, потому что невозможно достигнуть одинаковой сушки и степени измельчения корня и листа. То есть либо мы получим недосушенный корень грубого помола, либо мы получим пыль, состоящую из листочка. А наша задача была именно высчитать с помощью того же метода компьютерного моделирования, до какой степени мы должны высушить каждую часть растения и до какой степени мы можем измельчить. Порядок смешивания по рецептуре также рассчитывался специально. То есть это не значит, что если у нас в смеси пять компонентов, то мы, в общем, эти пять компонентов засыпали в любом формате и получали смесь. Нет, это опять должен был быть определенный принцип этого смешивания с тем, чтобы растения уже в самой смеси как бы начинали дополнять друг друга. Все эти смеси были созданы вот именно на этих принципах, поэтому они обладают именно такой достаточно высокой эффективностью. Растения для каждого сбора были подобраны таким образом, чтобы они не подавляли друг друга, а усиливали воздействие, обладали синергетическим, то есть совмещенным эффектом и пролонгированным действием. Компоненты добавляют друг друга и усиливают воздействие друг друга. И, соответственно, открываются достаточно быстро все активные вещества растений. А вот эти активные молекулы растений организм, к сожалению, не вырабатывает. Они нам нужны, может быть, в не очень больших количествах, но они необходимы именно для поддержания всех процессов жизнедеятельности. И первой, я считаю, самыми главными вырастительными молекулами такого свойства являются флавоноиды, то есть практически антиоксиданты, которые, соответственно, тонизируют весь организм, повышают иммунную систему, препятствуют окислительным процессам в организме, замедляют старение. Затем глигозиды, природные углеводы, которые обязательно участвуют в обмене веществ и, соответственно, создают организму запас энергии. Далее сапонины. Это очень небольшая группа веществ, они также обладают антиоксидантными свойствами, но поддерживают при этом очень сильно иммунную систему и даже снижают холестерин. Далее следующие растительно-активные молекулы – это кумарины, которые обладают сильным противовирусным и спазмолитическим действием. Алкалоиды, которые относятся к группе фактически транквилизаторов, но они при этом очень хорошо стимулируют мозговую и мышечную деятельность. Также наши растения все буквально содержат огромный укладезь микроэлементов, такие как железо, йод, селен, фтор, хром, цинк. Ну и, наконец, фруктовые кислоты. Это яблочная, лимонная кислота, янтарная кислота, которые являются прекрасными антисептиками и также антиоксидантами. То есть мы создали этот сбор, который действительно уже как бы подготовлен к своей эффективной деятельности внутри нас. Но задача наша была привести его в такое эффективное состояние, чтобы уже при попадании в организм начиналось воздействие. И для этого мы придумали процесс биоактивации. То есть этот самый главный процесс – это биоактивация активных молекул. Как вы все понимаете, молекулы имеют определенную клеточную мембрану. И, в принципе, все полезные вещества внутри этой клетки, они как бы законсервированы. И, естественно, если просто их насыпать в карамельную массу, то они достаточно долго будут усваиваться, растворяться и передвигаться по нашему организму до того момента, пока мы, наконец, что-то почувствуем от этих препаратов. Поэтому наша задача была стимулировать выделение именно полезных веществ из этих растительных компонентов. Для этого мы проводим в специальном биоактиваторе технологию биоактивации растительных смесей. То есть в активаторе создается, засыпается смесь для каждого отдельного продукта в отдельности в определенных количествах, которые необходимы для конкретной загрузки массы. То есть мы не делаем так, что активировали и храним трое суток. Нет. Это делается под конкретную задачу, под конкретный продукт. То есть масса туда помещается. И в этом активаторе при помощи двухмерного турбулентного вращения создается конвективный такой поток. То есть происходит такой как бы волновой удар. В результате этого волнового удара у нас начинает как бы разрешаться вот эта поверхностная клеточная мембрана. То есть клетка как бы раскрывается для того, чтобы из нее потом легко выделились все полезные вещества. В такой форме они становятся легко доступными и быстро всасываемы в наш организм. Поэтому имеем вот такой эффект. Но дальше следующая задача была из активатора еще донести вот эту активированную смесь без потерь до того, чтобы внести ее в карамельную массу и чтобы она после приготовления продукта не потеряла всю свою эффективность. Это активированная растительная смесь. Она вводится еще в аморфную карамельную массу при температуре порядка 70 градусов, где очень тщательно перемешивается, равномерно распределяясь по всей массе. И соответственно, каждая частичка растительного сбора, каждая клеточка, каждая молекула, она как бы обволакивается тончайшей микроскопической сахарной оболочкой. То есть получается такая как бы растительная микрокапсула. По мере охлаждения карамельная масса кристаллизуется. И зато потом, когда карамель попадает в наш организм, уже при подъязычном рассасывании, естественно, сахарная оболочка растворяется достаточно быстро. И вот эти активированные растения, не дожидаясь, пока они попадут в кровь или в какие-то другие системы организма, они уже начинают усваиваться и всасываться в ртовой полости. Именно поэтому очень многие отмечают вот такой, с одной стороны, иногда мгновенный эффект от приема леденцов, а с другой стороны, пролонгированный. Это зависит именно от того, какие растения присутствуют в том или ином продукте, в том или ином сборе. Потому что понятно, например, чтобы повысить силу своей иммунной системы, это нужно достаточно долго применять наш продукт, потому что здесь идет эффект пролонгированный и накопительный. Но, например, продукт, который воздействует на нашу именно энергетику, поднимает нашу энергию или усиливает нам мозговую деятельность, там присутствуют более радикальные такие растения, которые обладают более сильным воздействием на наш организм и на наши клетки. И, наконец, последняя стадия закрепления на сахарной решетке. То есть, почему именно, опять же, вот сахарная кристаллическая решетка? Она обладает такими свойствами, что она не мешает никаким процессом в любых компонентах продукта и при этом является прекрасным транспортным средством, чтобы доставить все эти целебные молекулы именно до адресных органов организма. Именно такая уникальная технология обеспечивает заявленную эффективность наших дрожжей. Леденцы АПЛ – это не фармацевтическая, не медицинская продукция, не панацея от всех недугов и болезней. Это продукт с определенными функциональными свойствами, который помогает нашему организму бороться с неприятными симптомами, поддерживает его постоянно в тонусе. Мы создаем продукт, который благотворно влияет на наш организм и при этом не имеет никаких побочных эффектов. А те особенности состава и технологии, о которых я сегодня рассказала, позволяют комбинировать продукты в любых сочетаниях, которые необходимы конкретно каждому человеческому организму и при этом не несут в себе никаких побочных эффектов. Леденцы серии Акумулит Эсей обладают пролонгированным, сбалансированным действием на организм. Их действие по мере применения и использования только усиливается. Они могут помочь снять нам неприятные симптомы, придать чувство уверенности и спокойствия, придать организму силы, возникает желание сделать то, что еще вчера казалось невозможным. Наши леденцы работают и работают мягко, нежно, аккуратно и совершенно без вреда для здоровья. Леденцы АПЛ – это еще огромное наслаждение и удовольствие от приятного вкуса и аромата. Только польза от наших продуктов, но любые полезные продукты, они должны быть еще вкусными. А наши леденцы, помимо пользы, еще доставляют нам огромный гормон радости именно в силу сочетания всех указанных свойств и в силу наших ожиданий. Результат всегда гарантирован. Что ж, исчерпывающая информация о технологии, вы согласны? Теперь давайте познакомимся ближе с ассортиментом уникальной серии. Как выбрать подходящее драже? В этом нам поможет доктор медицинских наук, профессор Харьковской медицинской академии Элина Супрун. Как же применять нашу продукцию? Одно драже или несколько раз в день? Или как правильно это все использовать? Надо помнить, что каждое наше драже имеет все необходимые элементы для того, чтобы внести энергию, внести необходимые вещества и внести необходимую целительную информацию от растений до каждой клеточки нашего организма. Минимальное количество, которое надо использовать драже в день, это одно драже. В некоторых ситуациях их надо использовать больше, но у нас есть четкие и понятные схемы применения их в любом случае. Но важно запомнить о том, что это растительные компоненты, они не могут дать мгновенный эффект в целом, поэтому мы должны применять их минимально три месяца для того, чтобы наш эффект был получен и закреплен. Наши драже удобно использовать, потому что это приятно для одеток, они приятного вкуса и они в игровой форме с удовольствием это используют. Это приятно для наших старших партнеров, которые не любят таблетки и драже. Это удобно в любом месте, где бы вы находились, в троллейбусе, самолете или где-то еще. При этом это несложно, вы просто выдавили наше драже и положили его под язык. Что же надо выбирать? Для каждого из нашего органов у нас есть приятное предложение. Мы начинаем сверху, да? Все начинается с головы, поэтому для того, чтобы наш организм чувствовал себя защищенным, нам надо, чтобы наш головной мозг был активен и выполнял все свои функции. А это поддержание нашей температуры, нашего артериального давления, всех наших движений, контроль органов всех и всех абсолютно систем. При этом работа с информацией, с памятью, с эмоциями. И для этого у нас есть продукт Brain, который для каждой клеточки головного мозга обеспечивает максимально комфортные условия. Но с другой стороны, мы же все находимся в ситуации информационной, интеллектуальной и эмоциональной атаки каждого дня. Мы находимся в стрессовой ситуации, об этом нельзя забывать. У нас есть продукт Relax, который позволяет не только расслабить и релаксировать центральную нервную систему, но позволяет нормализовать периоды сна. И, соответственно, конечно же, все проблемы начинают сразу же затухать и постепенно уходить. Хочу напомнить, что великие ученые всегда начинали лечить все проблемы только с релаксирующего состава. С нервной системой очень четко связаны эндокринной и иммунной системой. Что касается нашей иммунной системы, это защита организма. Это щит, который у нас стоит как от внешних проблем, так и от внутренних проблем. Что касается внешних проблем, не забывайте, вокруг нас богатый животный мир, представители, которые хотели бы с нами познакомиться, попасть, закрепиться и попаразитировать. Нам это не нужно, у нас работает иммунная система. И также она работает, контролируя все функции внутри организма, потому что постоянно образуются новые клетки с разными свойствами, и это тоже важно отслеживать. Поэтому поддержать иммунную систему у нас помогает продукт ГРОУ. Это комплекс витаминов, макро-микроэлементов для всего организма, но в первую очередь для активности иммунной системы. И второй продукт, который у нас здесь помогает нашей иммунной системе, это продукт АЛЬ. Он смягчает правление любых аллергических реакций и параллельно улучшает функцию каждого звена иммунной системы. Что касается эндокринной системы, здесь могут быть разные ситуации. Одна из важных проблем – это сахарный диабет, когда есть несоответствие эффектов инсулина тому, которым нужно. Допустим, инсулина мало или клетки его не воспринимают, и, соответственно, уровень глюкозы в крови начинает расти. Сосуды начинают расслабиться, возникают сосудистые осложнения, затем возникают какие-то коматозные состояния, то есть масса сложностей у больных с сахарным диабетом. И у нас есть ответ, у нас есть продукт НОРУ, который позволяет осуществлять контроль за уровнем сахара в крови. Причем для пациентов с сахарным диабетом с первым типом и вторым типом в том числе. Если же эндокринные проблемы и репродуктивные проблемы совпадают, то в этом случае у нас есть две формулы – женское здоровье и мужское здоровье. Женская формула, это еще называется МАБРИКОС, она помогает решать вопросы как сексуальных проблем, так и в целом различных проблем женского цикла. Климактерические проблемы, проблемы невыношенной беременности и другие. Что касается мужской формулы ЛИМОН, то она дополнительно помогает активно почистить мочевыводящие пути. Спускаемся дальше, у нас появляется пищеварительная система. Это комплекс органов, которые работают каждый отдельно друг от друга, но не все взаимосвязаны. И здесь важное значение имеет состояние именно кишечника, микрофлоры кишечника. Потому что именно микрофлора отвечает за то, чтобы всасывание продуктов питания, нужных нам, происходило правильно с одной стороны. И здесь же происходит синтез некоторых важных для организма веществ. Это и витамины, и вещества, которые помогают работе головного мозга. Поэтому, если есть проблемы микрофлоры кишечника, начинаются проблемы всего организма. А эти проблемы бывают, потому что есть паразиты, есть разные возбудители. Вообще, мы уже знаем, что 80% наших болезней связаны с какими-либо возбудителями. И у нас есть формула МЭЛС, формула, которая помогает в течение применению 90 дней и 3 месяца, очистить организм от различных возбудителей, но в том числе от паразитов, которые мешают работе нашего кишечника. При этом они выходят очень мягким образом, и продукты жизнедеятельности также активно выводятся. Но поднимаемся выше, все же начинается вообще-то с желудка. Если в желудке начинаются проблемы, это вздутие, это отрыжка, это дискомфорт, это иногда боли. Боли какие? Пекущие, жгучие боли. И у нас есть ответ продукт Айс. Мы приморозили, мы убрали эти боли, убрали дискомфорт и, соответственно, нормализовали работу именно желудка. И важные органы, которые мы, конечно же, не забываем, это печень. Это фильтр всего организма. Печень не только обезврежет все токсические и ненужные продукты, продукты распада, которые находятся у нас в организме, но она отвечает за синтез многих полезных веществ. Снова же это вещества, факторы свертывающей системы и так далее. Это хранение массы важных веществ, того же гликогена и участие в обмене глюкозы. Но при всем том, что печень помогает чистить весь организм, ее же тоже периодически надо поддерживать. У нас есть продукт Хеппер. Четыре компонента из его состава помогают не только очистить клеточки самой печени, но и помочь им обновиться и восстановиться. И четыре этих компонента отдельно в медицине используются как гепатопротекторы, то есть вещества, которые защищают ткань печени. Переходим к нашей сердечно-сосудистой системе, сердцем, мотор, который прогоняет нашу кровь, сосуды и кровь, которая циркулирует в организме. Каждый из этих компонентов нуждается в поддержке. У нас есть продукт ХАРД, который позволяет нормализовать сердечный ритм, улучшить качество сосудистой стеночки и улучшить состояние крови, то есть уйти от состояния или тромбоза, или близкого к кровотечению. Переходим к нашим суставам. Их много. Они могут нас радовать, а могут доставлять нам проблемы. И вот для того, чтобы проблем не было, у нас есть продукт СЛАЙД, который позволяет нормализовать синтез коллагена. Соответственно, улучшается качество хряща, уходят боли в наших суставах и появляется активное движение. Но при этом синтез коллагена позволяет улучшить качество сосудистой стенки, улучшить качество кожи ногтей и волос. Иногда параллельно бывают боли. Если у нас есть боли, у нас есть продукт СТОП, который позволяет убрать болевые ощущения, связанные с спазмами или воспалительными изменениями. Ситуация, когда просто не хватает жизни на энергию. У нас есть продукт GTS, который позволяет перераспределить пути образования энергии и перенаправление ее в нужные места. И последний продукт Бьюти. Это красота, здоровье, активное долголетие, все вместе. При применении этого продукта мы получаем сияние нашего организма, мы получаем сияние нашей коши. Это говорит о том, что каждая клеточка нашего организма сияет так же, потому что ей обеспечили достойное питание, ей обеспечили достойный уход, чистку, ей обеспечили достойное восстановление и обновление. И, соответственно, защиту от повреждающих факторов. Поэтому не забывайте, наше здоровье находится только в наших руках. И здесь будут действовать два правила. Правило первое. Полюби себя. Только вы можете сделать что-то для вашего здоровья. Сделать или не сделать. И правило второе. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Это высказывание великого Бенджамина Франклина. И, конечно же, трудно с ним спорить. То, что можно сделать для моего здоровья сегодня, я не смогу сделать завтра. Так же, как и вы. Если вы по совету Илины решили не откладывать важные дела на завтра, и у вас не осталось сомнений в качестве и уникальности продукта Аккумулит Эсей, то следующие наши спикеры поделятся с вами информацией, которая поможет вам построить успешный бизнес в партнерстве с АПЛ. Как вы уже поняли, мы не просто предлагаем вам попробовать уникальный продукт. Мы изготавливаем его на собственном суперсовременном производстве компании. Высокий уровень производства, качества, сертификации и, конечно же, эффективности продукта позволяют нам беспрепятственно подставлять товар в любой точке мира и в любом количестве. На сегодняшний день мы уже экспортируем продукцию напрямую с завода в 20 стран практически на всех континентах. При этом строго соблюдаем все законные условия, которые выдвигает каждая страна по отношению к нашим драже. Результаты проверок и лабораторных исследований во всех странах доказывают с полной уверенностью одно и то же. Каждый из наших 15 продуктов – это уникальная рецептура и технология. Это стопроцентно качественный, это стопроцентно эффективный и, конечно же, стопроцентно натуральный продукт. Поскольку стран все больше и больше и языков соответственно тоже, мы решили сделать для каждого направления свои коробки. Помимо маркировки на нужном языке, на коробках теперь указывается вся информация, который требуется законодательством данной страны или континента. В каждой стране мы официально предоставляем при экспорте вместе с товаром все необходимые документы и сертификаты, которые позволяют легко и без проблем проводить процесс растаможки. С каждым годом из-за многочисленных заказов и открытия новых направлений производительность растет все больше и больше. Это, конечно, радует, но это для нас не предел. Завод, благодаря высококвалифицированным специалистам и качественному оборудованию, способен производить намного больше товара. Ведь для производства продукта Аккумулит Эссей на заказ была изготовлена часть оборудования, которая является уникальной в своем роде и какой вы нигде больше не увидите. Несмотря на пандемию, мы готовы организовать доставку вовремя с соблюдением всех необходимых условий хранения и транспортировки любым способом и в любом направлении. Пандемия закрывает границы, но не для нашего товара, не для АПЛ. Сейчас весь мир понимает, насколько важны для иммунитета организма именно такие стопроцентные натуральные продукты, как наше драже Аккумулит Эссей. К пищевой продукции предъявляются особые жесткие требования, предусмотренные нормативными актами и стандартами. Что это за требования и как им соответствует производство компании АПЛ, узнаем у Виолетты Катаны, исполнительного директора, ответственного за сертификацию и внедренную систему качества на заводе АПЛ. Эти требования обхватывают очень много характеристик продукта от формы продукта до микробиологических показателей, которые влияют на безопасность продукции. Так мы начинали с разработки и внедрения в действие, согласно действующему законодательству, всех необходимых инструкций для обеспечения качественной продукции. В то же время, постоянно и по сей день для обеспечения безопасности изготавливаемая продукция, сырье и готовая продукция испытывается в аккредитованных лабораториях. Сообща вместе с руководством компании, было принято решение о внедрении системы качества на предприятие согласно стандарту ISO 9000. Так были разработаны, введены в действии весь спектр инструкций и документов для успешного внедрения системы качества на предприятии. Вы спросите, что устанавливает стандарт ISO 9001? Стандарт ISO 9001 – это совокупность принципов, на которых основана система анализа опасностей и установления критических контрольных точек ХАСП и мероприятий по применению этой системы, разработанной комиссией кодекс Алиментариус. Применение ISO 9001 помогает гарантировать, что заказчики стабильно получают качественную продукцию и услуги, что, в свою очередь, очень выгодно для бизнеса. ISO 9001 основан на принципах менеджмента качества, таких как сильная клиентаориентированность, мотивация, вовлеченность руководства, процессный подход и постоянное совершенствование процесса. Совершенствуя внутреннюю систему качества на предприятии, в 2017 году были подготовлены документы и внедрена система менеджмента качества согласно стандарту ISO 122000, системы менеджмента в области безопасности продовольствия и пищевой продукции. Требования для любых организаций в цепи поставок. Так, в результате тестирования продукции и оценки производства, которые были осуществлены двумя разными независимыми органами предприятию, были вручены сертификаты об успешном внедрении системы качества производимой продукции. Что обозначает словосочетание сертифицированное производство? Сертифицированное производство – это принятие руководящим составом APL-компании решения, хорошо налаженную работу всех участвующих звеньев от технолога до оператора, внутреннюю документацию и техническое оснащение производства. За всем этим стоит много лет работы и огромный труд. Наше производство неоднократно проверялось и практически под микроскопом. И для вас, партнеров компании, это мощная уверенность в качестве и безопасности нашей продукции. В поисках соответствия производимой продукции последним инновациям, технологическим и экологическим требованиям предприятия наладило производство согласно стандартам «Халяль», которое в последнее время как Organic Food набирает в западных странах все больше популярность. Надо отметить, что Organic Food – это органическая натуральная пища, которая не содержит нитратов, канцерогенов, ГМО и прочих искусственных добавок. Коротко говоря, «Халяль» – это пища, отвечающая современным экологическим требованиям. Именно к такой категории можно отнести продукты, изготовленные по стандартам «Халяль». Так, на предприятии была внедрена система добровольной сертификации продукции и услуг «Халяль». А как результат, в декабре 2019 года мы получили сертификат на соответствие нашей продукции требованиям стандартам «Халяль». Давайте еще раз подытожим, что значит наличие у компании данного сертификата. Сертификат «Халяль» подтверждает, что продукт произведен в соответствии с предписаниями исламской юриспруденции, а значит, не содержит каких-либо запрещенных компонентов. «Халяль» – это диетический стандарт питания мусульман. Безопасность, чистота, полезность для здоровья, отсутствие вредных консервантов и добавок. Соответствие требованиям срока годности и условия хранения. Марка «Халяль» позволяет сразу же просто, безопасно отличать товары дружественной к религии в интересах потребителей всех стран на различных рынках назначения. Для огромного количества людей и не только мусульман это всемирно известный стандарт качества. Чуть позже мы поднялись еще на одну высоту. Внедрили систему добровольной сертификации продуктов «Кошер». Сертификат «Кошер» – это документ, подтверждающий, что карамель серии «Акамулитасей» признана кошерной и полностью отвечает строгим требованиям кашрута – особого закона о правильной пище. Израильским равенатам и КЛБД серии «Акамулитасей» присвоен высочайший статус кошерности БАДАЦ – ортодоксальный иудейский кашрут, который соблюдает и признает строгие иудеи всего мира. Продукцией компании сертифицировано КЛБД с правом круглогодичного использования логотипа в соответствии к кошерному статусу. Следующая цель компании – получение сертификата FDA. Что означает сертификат FDA? Это стандарт, целью которого в первую очередь является повышение качества и безопасности продуктов для здоровья. Пищевые продукты, добавки, косметические лекарственные средства, вакцины, медицинские устройства, производимые как на территории США, так и во всем мире. Этот стандарт также является важным маркетинговым инструментом, поскольку укрепляет доверие к рынку США. Сертификат FDA выдается американской федеральной службы по надзору и качеству пищевых и лекарственных препаратов. Получение сертификата FDA является обязательным для иностранных производителей продуктов питания, медицинских приборов и фармацевтических препаратов, предлагаемых потреблением в США. Согласно правилам FDA, продукция может быть разрешена к продаже на рынке после того, как пройдет испытание FDA. Чтобы доказать свою безопасность, департамент FDA не просто выдает сертификаты, он постоянно проводит клинические исследования и контролирует качество результатов. Итак, перечислим, что у нас сегодня есть. У нас сертифицированное производство в шести разных системах, которое успешно обеспечивает конкурентоспособную, качеству и безопасную продукцию. Цель поставленной компании APL о внедрении и обеспечении соблюдения стандартов качества и безопасности продукта достигнута. Вы видите, насколько ответственная компания подошла к вопросу сертификации продукции. И это еще не все. APL также следит за экологичностью производства и старается минимизировать вредные выбросы. Мы привыкли к бездумному потреблению, в результате которого ежедневно в атмосферу поступает огромное количество углекислого газа и метана, которые приводят к серьезным климатическим изменениям. Это и есть углеродный след, который мы оставляем будущему поколению. Возможно, что вам покажется это чем-то далеким и вас не касающимся, но это не так. Парниковые газы, попадающие в атмосферу, серьезно влияют на изменение климата, что является основной причиной роста числа опасных гидрометеорологических явлений или стихийных бедствий, засух, наводнений и так далее. Снижение углеродного следа может зависеть от материалов, используемых для производства или упаковки. Например, использование и производство пластиковой тары и упаковки взамен стеклянной или металлической может потенциально снизить выделяемый след СО2. Производство компании EPL осуществляется согласно передовым технологиям строгим соблюдением экологических норм по минимизации углеродного следа, что подтверждается полученными сертификатами от аккредитированных органов по сертификации в стране и за рубежом. Компания EPL гордится тем, что производит всеми любимую продукцию, используя упаковку, которая обеспечивает не только сохранность продукции, но и минимизацию вредных выбросов в окружающую среду. Упаковка серии аккумулит эсэй, коробка и пластик, все экологично, быстро разлагается, не загрязняя природу, а используемая фольга может быть переработана в качестве вторичного ресурса. А теперь о каждой упаковке по отдельности. Алюминиевая фольга для упаковки пищевых продуктов применяется десятилетиями и является исключительно популярной благодаря целому ряду ценных свойств. Алюминий не подвержен коррозии, благодаря наличию на поверхности защитной окисной пленки. Фольга обеспечивает надежную защиту продуктов от ультрафиолетового излучения. Фольга абсолютно экологически чистый материал, ее можно переработать со стопроцентной полнотой и использовать вторично. Также при нагреве свыше 100 градусов Цельсия пищевая фольга не выделяет вредных веществ, поэтому ей не страшны парниковые газы в случае бесконтрольной стихийной утилизации. Отходы фольги не наносят вред природе и даже попадая в почву остаются нейтральными. Необходимо отметить, что все достоинства и экологическая безопасность безусловно относятся только к абсолютно чистой алюминиевой фольге, а не ее композитам с полимерами. Фольга это дорогой упаковочный материал, поэтому многие производители вместо настоящей фольги используют различные полимерные материалы с металлизированным напылением. Такая, так сказать, фольга состоит из нескольких слоев, причем толщина алюминиевая слоя не превышает 5 микрон. Такая упаковка не разлагается в почве и не подлежит вторичной промышленной переработке. Кроме того, из нее могут выделяться опасные для человека и почвы формальдегиды, ацетельдегиды, относящиеся к веществам 2-4 класса опасности. Конечно, эти показатели нормируются, но при повышенной влажности и температуре их выделение в окружающей среде неизбежно. Используемая в производстве пищевая фольга для блистеров импортируется из стран Европы, таких как Польша и Румыния, и представляет собой тонкий алюминиевый лист, который имеет толщину всего 25 микрон. Фольга является экологически чистым материалом, так как производится по специализированной технологии и не выделяет вредных веществ при соприкосновении с продуктом. Фольга является нейтральной, не придает продуктам посторонних запахов, отталкивает влагу. Кроме вышеперечисленных свойств, фольга является стерильным материалом, так как в процессе производства проходит операцию обжига и становится полностью гигиеничной. Также к основным плюсам фольги можно отнести ее прочность, устойчивость к проникновению влаги и болезнетворных бактерий. А теперь о поливинилхлоридной пленке. ПВХ-пленка, появившаяся в 70-х годах прошлого столетия, сразу нашла применение в многочисленных отраслях промышленности. Пленка ПВХ, используемая для в упаковке продукции, обладает такими уникальными свойствами, как эластичность, что обеспечивает пластичность, прочность, благодаря которой продукция предохраняется от механических воздействий, сохранение своих характеристик в большом диапазоне температур от минус 23 до плюс 70 градусов Цельсия. Кроме того, она обладает фунгицидными и антибактериальными свойствами, а также удивительной стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Кроме того, поливинилхлоридная пленка может быть использована в качестве материала для вторичной переработки. В производстве своей продукции компания APL использует только биоразлагаемую поливинилхлоридную пленку, которая импортируется из стран Евросоюза. Пленка при разложении не выделяет в атмосферу вещества, образующие парниковый эффект. Используемая поливинилхлоридная пленка соответствует всем качественным характеристикам, согласно европейскому законодательству, а также параметрам безопасности. В силу своей химической формулы и уникальным свойствам, пленка ПВХ с успехом используется в производстве высококачественных продуктов. Еще недавно компания APL поставила перед собой цель минимизировать вредные выбросы в атмосферу путем использования экологически безопасного сырья. Сегодня все звенья компании активно производят качественный продукт, используя безопасное и биологически разлагаемое сырье. Компания APL не собирается на этом останавливаться. Мы рассматриваем новые программы, которые позволят еще больше сократить вредные выбросы в окружающую среду, развивать методы утилизации и вторичной переработки упаковки своей продукции и тем самым способствовать сохранению природы и климата нашей планеты. Вы думаете, что узнали все о нашей упаковке? Тогда посмотрите выступление нашего следующего спикера. Леонид Краснов расскажет, какие задачи стояли перед разработчиками дизайна серии Аккумулит Эсэй. Одной из самых важных задач стало создание уникального дизайна коробки. Нужно было сделать его таким, чтобы упаковка понравилась максимальной аудитории. Как известно, наша продукция необходима людям разных возрастных групп, и молодежи, и тем, кто значительно старше. Дизайн коробки должен был быть стильным, удобным, приятным, дополнять уникальность продукта. И вот мы твердо решили создать очень стильную, продающую саму себя упаковку и разработали высокоэкологичную, удобную в использовании оболочку для наших драже. Мы хотели, чтобы дизайн завораживал, привлекал и приманивал. И я считаю, что мы справились с этой работой. Первым делом мы определились с размером коробки. Мы хотели, чтобы она идеально лежала в руке. Вот так. Гармоничные размеры были найдены, и теперь все хорошее у вас всегда под рукой и в руке. Это то, про что люди говорят «Стиль с первого прикосновения». Обратите внимание на цвет. Основа – графитово-черная. Почему такая? Дело в том, что, используя именно этот цвет за базу, мы открываем максимум перспектив и вариаций дизайна. Игра цвета всегда действует магически. С того момента, как продукт с этим дизайном впервые вышел в свет, прошло много времени. Но дизайн еще актуален и будет актуален. Когда мы разрабатывали его, мы смотрели вперед в будущее и не прогадали. Заглянем внутрь. А там – блистеры с уникальной экологической оболочкой. И она тоже прошла проверку временем. Сейчас мы твердо убеждены, что решение об использовании таких блистеров было правильным. На сегодня у каждого из вас есть самый любимый и радующий глаз продукт из серии Acumulet SA. Кому-то нравится Males с оранжевым свечением, кому-то Brain с фиолетово-бирюзовым зеркальным оттиском на коробке, а кому-то GTS. Дизайн упаковки кажется ему дерзким, стремительным и как он сам. Мне же больше всего нравится дизайн Beauty. Дело в том, что этот продукт вышел недавно, и он соединяет в себе две серии Acumulet SA и Beauty. Тут даже не пришлось много думать, какой цвет взять за основу, ведь мы продумали это, когда создавали серию Beauty. Кстати, дизайнеры называют такой цвет Tiffany. Этот нежный оттенок считается символом роскоши и благородства. Согласитесь, созерцание этого цвета доставляет эстетическое наслаждение, добавляет свежести в настроение и ощущения. А хромовое исполнение названия и листка нам пришло от простой хромовой крышки, которая есть на наших кремах серии Beauty. Все просто, не правда ли? Не зря один из девизов компании проще, чем кажется. Сейчас у нас разработано пять видов коробок. Упаковки в разных странах выполнены в едином стиле, но есть и различия. Прямо сейчас вы можете видеть, как выглядит наша продукция в США, в Канаде, Турции, Европе, а в России, Азии и на Украине коробки одинаковые. Наш дизайн продуман до мельчайших деталей, и мы считаем, что он заслуживает эпитета культовой. Просто покажите коробочку своим клиентам и убедитесь сами. Вы тоже восхищены тем, насколько идеален продукт Acumulit SA со всех ракурсов. Это делает его супер привлекательным продуктом продаж. Именно поэтому мы завершим наше видео советами Светланы Разиной, директора по развитию компании APL в Украине. Ее советы помогут вам построить свой международный бизнес в партнерстве с APL. Сегодня вы узнали о том, из чего состоит наш продукт, какие сертификаты имеет наш продукт, что отличает нас от тысяч других компаний. Собственное производство, очень жесткие и четкие стандарты качества. Но кроме всего прочего, наш потребитель должен знать об очень простых, но очень важных деталях. Во-первых, это тот продукт, который нужен нам каждый день. А это значит, что каждый день наши потребители, наши клиенты, наши партнеры, наши потенциальные партнеры смогут получить лояльность к продукту. Потому что только через продукт наш потребитель, наш клиент, наши партнеры и потенциальные партнеры обретают лояльность к компании. Без продукта этого сделать невозможно. И чем больше и лучше мы потребляем наш продукт, тем больше и качественнее становится наша сеть, а это значит, что растет наш бизнес. А это значит, что наши вознаграждения увеличиваются. А это значит, что мы участвуем в процессе долголетия. Ведь каждому человеку хочется прожить сто, а может быть, чуть больше лет. Поэтому, дорогие друзья, каждый из наших продуктов, весь ассортимент нашей продукции будет работать на то, чтобы мы с вами стали в первую очередь лояльными потребителями нашего продукта. Задайте себе вопрос, какое количество продукта вы потребляете каждый день? Если ваш ответ один, маловато, очень маловато. Если пьем и употребляем нерегулярно, плохо, нет лояльности. И если это ваш бизнес, вы должны четко знать о том, что вы являетесь продуктом собственного продукта. И любой клиент, любой потребитель, любой партнер всегда задаст вам вопрос, а сколько ты употребляешь данного продукта? Посмотрите внимательно. Совершенно стандартная, с одной стороны, но с другой стороны, совершенно уникальная упаковка, которая помещается в любую дамскую сумочку. И вы, имея продукт в своей сумочке, готовы к встрече с потенциальным клиентом. Ведь мы, когда встречаемся, и согласитесь, что человек, особенно современный, без коммуникации, без общения, жить уже совершенно не может. Поэтому это будет так называемая встреча с нашим продуктом, встречаясь с потенциальным клиентом. Вы всегда сможете познакомить его и сделать продажу без продажи. Как это? Конечно же, угостив продуктом, при этом рассказав о свойствах. Но свойства – это второстепенная вещь. Мы всегда говорим о преимуществах продукта. Только преимущества продукта делают его конкурентноспособной. И, конечно, в любом процессе продажи участвует такое возражение, как «дорого». Давайте разбираться с «дорого». Каждый человек имеет свои рамки. Дорого – дешево. Красиво – не очень красиво. Поэтому для нас с вами это не должно стать барьером. Почему? Потому что любое «дорого», которое вы слышите в свою сторону, всегда поддается аргументации. Вы всегда говорите о технологиях. Вы всегда говорите о тех специалистах, которые принимают участие в разработке. Вы всегда говорите об эксклюзивности ингредиентов, которые мы закупаем для нашей компании. Вы всегда говорите о собственном производстве, которое находится у нас совершенно недалеко в Европе. Вы обязательно делаете акцент на процессе сертификации. Не забывайте о том, что наше присутствие в любой стране происходит только после полной легализации нашего, в первую очередь, продукта. Для нас самое важное, чтобы наши клиенты, наши партнеры, наши потребители были защищены с юридической точки зрения. Поэтому «дорого» – это всегда качественно. И если вы вспомните, то даже Марк Твен говорил о том, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Ну что ж, на возражение «дорого» мы немножко ответили. И поверьте, если вы часто сталкиваетесь с «дорого», вы должны знать о том, что вы общаетесь чуть-чуть не с той аудиторией. Попробуйте посмотреть на другую аудиторию. Потому что сейчас современный человек всегда ценит качество, всегда ценит результат. А наших результатов по продукту у наших партнеров огромное количество. Вы всегда можете обратиться к тем результатам, которые уже существуют, или, безусловно, продавать свой результат. Мы с вами не продаем продукт. Мы с вами продаем в нашем бизнесе исключительно мечту. Очень хочется подчеркнуть самое важное из того, о чем мы с вами говорили. Итак, главная фигура продаж – это процесс переговоров. Точнее, это вы. Будьте всегда готовы к продажам. Это значит, что о продукте и о его преимуществах вы должны рассказывать абсолютно всем. Это действительно тот продукт, который вы всегда должны носить с собой. Первое правило продавца. Кроме всего прочего, изучите продукт детально. Изучите все его преимущества. Чем он отличается от конкурентов. А конкуренты, как мы с вами говорили, это очень здорово. Потому что они должны быть вокруг нас. Это дает нам совершенно другой темп, совершенно другой рост, совершенно другое ощущение бизнеса. Кроме всего прочего, вы должны рассказывать о продуктах, используя не только встречи оффлайн, но и обязательно свои соцсети. Организуйте кофе-дэй. Покажите этот продукт своим потенциальным клиентам. Ведите прямые эфиры и приглашайте специалистов разных областей, но всегда говорите о здоровье. Сделайте этот продукт и будьте продуктом собственного продукта. Свои результаты показывайте партнерам, выкладывайте в общие чаты, делитесь на страницах своих социальных сетей. Люди, правда, должны знать о том, что вы есть своя же торговая марка. Знаете, на тренингах мы очень часто работая, когда с продуктом, я прошу своих участников Вот просто посмотреть и показать, что находится у них в сумочках. И тогда я делаю некий анализ и понимаю, сколько же денег я приношу в свою собственную компанию. Если вы не являетесь продуктом собственного продукта, почему люди должны покупать именно у вас? А ведь, согласитесь, мы пришли сюда за большой группой, за большим бизнесом, за большими продажами, за большими чеками. Поэтому первым потребителем большого количества продукта должны стать в первую очередь вы. Вы должны стать примером для своей группы, для своей аудитории, для своих коллег, для своих клиентов. Вы должны быть тем человеком, на которого они будут равняться. И помните о том, что люди должны расставаться с деньгами всегда с удовольствием. Были ли у вас такие покупки, когда вы купили что-то, приходите домой и еще много месяцев, много лет счастливы от этой покупки? Правда был такой опыт? А был ли такой опыт, когда вы купили, совершенно не понимая, что это такое, пришли домой и думаете, больше никогда? Эти два процесса, и тот, и другой, это тоже продажа. Но для нас с вами очень важно, чтобы всегда наши партнеры и клиенты возвращались к нам за этим потрясающим продуктом. А это значит, мы должны быть профессионалами во всем. Мы должны не просто верить, мы должны быть уверены в том, как и что мы продаем. А для этого нам необходимо изучить все, что касается нашего продукта. Сегодняшний день показал нам то, что мы собрали действительно лучшее, абсолютно лучшее. Лучшие ингредиенты, лучших специалистов, лучшая сертификация продукта, лучшие рынки. И самый важный наш продукт, мы собрали лучших партнеров. Поэтому у вас нет абсолютно никакого шанса стать неуспешным. Только вперед с продуктом APL. И одна из самых важных деталей, касающейся продажи. Знаете ли вы о том, что более 60% продавцов не доводят сделку до конца? Не говорят о том, сколько это стоит, не озвучивают и не спрашивают, когда и в каком объеме покупатель хотел бы это купить. Именно поэтому продавцы порой сами сходят с дистанцией продаж, а потом удивляются, почему у меня ничего не получается. Будьте горды тем, что вы продаете. Вы действительно в руках держите один из лучших продуктов на рынке, если не самый лучший. Поэтому всегда имейте в своем арсенале те инструменты, которые будут вам помогать. Ну и как вы совершаете продажи? Опять же, используя социальные сети, различные воронки, общие встречи, кофе-дей, мероприятия, форумы. Это уже инструменты, то, как вы делаете. Главная фигура в продаже – это продукт и это вы. И если вы хотите знать, главное отличие новичка от амбассадоров – это количество нет, которое амбассадор уже получил. Это тот путь профессионализма, в котором он растет. Поэтому отказы получают все. Давайте не будем строить иллюзий. Но повторюсь и подчеркну о том, что с профессионалами любят иметь дело. С профессионалами любят работать. Всегда легче работать с хорошим продуктом. И запомните – покупают люди во всем мире. Все и на каждый продукт есть свой покупатель. Ваша задача – его найти. Правильного клиента и правильного партнера. Теперь вы знаете все о продукте, который изменит мир к лучшему. О продукте, который приведет вас к успеху. О продукте, для которого нет границ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова